добрый день слышно меня да да слышно да спасибо очень рад видеть вас их дмитриевич добрый день здравствуйте всем добрый день здравствуйте сейчас подождем леонид антоновича и начнем думаю я продемонстрировался включу изображение от он может да изображение полосу съедает добрый день коллеги добрый день леонид антонович ну подождем еще парочку минут и начнем наверно далее то не против оппоненты и до руководитель есть все руководители есть и консультанты михаил дмитриевич и константин петрович тоже есть очень хорошо в принципе можно начинуть ну давайте тогда и начнем глянь давайте шарики десктоп и начинайте показывать да да десктоп давайте расшаривайте презентацию открывайте да 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 все начинайте пожалуйста Добрый день. Он по графе новых структурам. Дисэстасия Рад и Лила на сестер. Глянь, у вас вылетело видео. Вы, у вас десктоп показывает, а видео, слайдов нет. На слайды переключитесь. Нет, нет. Вот да, да, да. Да, вот опять слайды, все хорошо. Оболзайте. Сверните, пожалуйста, вот картинку на собрание, чтобы она не закрывала слайды. Картинка в правом углу сверните. Меньше ее сделайте. Нет, в правом углу картинка. Ладно, давайте, выступайте, давайте. Да. Дисэстасия Рад и Лила на сестер. Глава 2. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Преставал 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 И намагни ченныши павиакныши графена, метатриса галилонкина, седдас пьетранный метатрис. Эти рэсэння бунли провин, провин, провин рэн ный, ла аслове и мэй ущица, экспериментанных данных, па и мэр сэн, и мэр рэн ньо, магни нык, споис тупо графеновык плоннат. Престаблен метатриса галилонкина, который используется для численного резения задачи диламити бри рэра. Апиши вайен мой уравнений эм сродинга ра. Престаблен, седдас пьетранный метатрис. Аслована ный на матрисе дифференцирования чепсовва. Матриса дифференцирования чепсовва. Престаблен метатрис. 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 Продолжение следует... 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 я честно просто не понял ну в общем ли они подумают по поводу расположения частей диссертации и по поводу обсуждения применения фигурных скобок фигурные скобки это действительно совершенно не нужны зачем он их тут применяет я не совсем понимаю потому что я их пытался искоренить но к сожалению они ведь и иногда вылезают фигурные скобки больших мисс речь афи большой это что сейчас даже и не скажи вам можно я несколько слов скажу можно дмитрий сергей да 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 связь графеновой структуры псевдоспиновых волн и того что рассчитывается псевдоспиновые волны согласно изначальной концепции о том что они проявляются вследствие нарушения спонтанного симметрии которая должна была бы обеспечить нулевое среднее состояние функции спина распределение функции спина вот это нарушение порождает какие-то локальные отклонения и из общих соображений следует что это должно быть некое пока не установленное нелинейное классическое поле известны много примеров нелинейных полей классических одномерных многомерных которые имеют некоторые известные решения аналитические и интересным свойством этого зоопарка является то что в первом приближении практически все они совпадают с точностью до подобия калибровки на этом основании было предложено вначале изучать модель лямбда фи в четвертой которая допускает два стационарных решения кинг-антикинг и одно пульсирующие бризер которая в одном месте названа сапуном на прозрачке надо будет поправить и вот можно искать приближенные решения вот этого нелинейного уравнения пока что не квантово-механического а не линейного уравнения классического в виде взаимодействующих бризеров если попытаться это сделать то при приближении на расстояние а между ними возникает энергия потенциального взаимодействия фи а и вот если на этом месте остановиться в рассуждениях о нелинейном уравнении классического поля а снова отойти квантово-механической исходной модели вот этих графиновых структур то тогда вот эта потенциальная энергия фи диктует или заставляет появиться уравнение шрёдингера в которой потенциал у зависит от данного потенциала фи который идет из соседнего из соседней конструкции это фи потенциал взаимодействия двух бризеров на языке классическом он входит в квантово-механическое уравнение здесь это не пояснено естественно так что это наследует вот то длинное рассуждение об работах грачева здесь не указано если позволите я вам потом перешлю несколько текстов спасибо ленинт антонович спасибо да спасибо будет очень дорого еще михал дмитриевич у вас еще да давайте руку опущу если позволит еще немножко по мелочи просто может быть будет полезно я записывал мне показалось что несколько слайдов просто повторялись ну например 33 это было в самом где-то с 10 или 11 просто совпадает либо целиком либо куском большим было ощущение что я это уже слышал там повторялись одни и те же фразы и такое было не позволите михал дмитриевич я здесь добавлю это в действительности все пункты ну не все большая часть пунктов из начала перенесены в заключение из заключения они конечно должны быть изъявлены дальше значит на странице 30 говорится про альтернативный метод решения уравнения шредингера мне показалось это очень крепко сказано ну дальше можно слайд 25 показать я слайд 25 можно вот меня сильно смутило вот написано вот это как бы а дальше как-то я совсем развития никакого не нашел в вашем рассказе и себе это отметил что меня это как-то сильно смутило ну хорошо может быть это лишнее замечание так хорошо снимаю свое замечание я правильно понимаю что во второй главе решается одномерное уравнение шейдингера на отрезке фактически а в третьей двумерное и не шейдингера если позволите я сделаю комментарий который может быть ошибочный потому что я тоже воспринимал на слух но мне представляется что во второй главе проделан ряд экзерсисов как решается уравнение второго порядка с граничными условиями того или иного рода и весь этот наработанный аппарат или опыт весь или не весь применен во второй главе к решению опять-таки одномерного уравнение шейдингера ограниченного на отрезке с граничными условиями того или иного рода с параметром ну скажем так фи который зависит от параметрическая задача одномерная все спасибо спасибо ну я наверное больше вопросов не имею да большое спасибо михаил дмитриевич очень конструктивное замечание большое спасибо есть ли еще желающие выступить кассир петрович я бы григорьевич добавить если можно по поводу как мне кажется великолепной трудоспособности леонья то в начале когда он занялся задачами решаемыми на основе чебушевского подхода и матриц дифференцирования он фактически этого материала не знал приложил колоссальные усилия продемонстрировал невероятную совершенно работоспособность освоил программирование не только на паскале в гельфах но и в математике и решил достаточно большое количество практически важных задач и это действительно вызывает большое уважение поэтому мне кажется что вот то что рассказано во второй главе это лишь малая часть того что он сделал чем он занимался и то работа которая была им проделана она отражена в очень небольшой степени но это единственное можно оправдать только лишь тем что времени на рассказ у него не так уж и много спасибо да большое спасибо я хотел напомнить что константин петрович собственно был руководителем оляне иль григорьевич вас два человека юрий григорьевич это нормально я хочу задать вопрос по установке стачки вот терминология спиновые волны обычно применяются при методом походе а здесь в начальном отсутствует сформирует и не не вообще разбудить вот я хотел просто уточнить существует и человек и говорит термин 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 проблем таким образом отдельно 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 объединяются вот такие сконцентрированные связанные состояния вот хотелось бы что лично я прошу прощения не расслышал юрий григорьевич действительно почему-то вы присутствуете два раза в списке из-за этого возможно какая-то интерференции дефранция а вот сейчас меня слышно да да сейчас лучше а я хочу чтобы автор работ или может быть кто-то старец партнерский связи с ним с ним подходит потому что обычно обычно вот такие компактные возбуждения неременные это пинтов антипинтов фризеров возникают как связанное состояние связанное состояние большого числа микроскопических спинок а по микроскопу не было сказано вообще ни слова в работе на неделе что-то ответить для они не понял наверно вопроса григорьевич я так понимаю что вас интересует статистические эффекты со спинами макроскопические да конечно вот это все конечно нужно изучать но собственно это не входило в область интереса диссертации дело в том что соискатель он учился по другой аспирантуре по аспирантуре по численным методам но у нас нет совета по численным методам соответственно советом от моделирования то есть и он все воспринимает именно как применение численных методов в качестве модели ему дали простейшую модель спиновых возбуждений просто была такая дмитрий дмитриевич пробовал разные модели но и решилась есть начать самый простой лямбда фиф 4 и ему дали эту модель натянули на его численные расчеты собственно основа была создание численных расчетов а модель взяли как есть и он ее особо не разрабатывал то есть он пытался просто ее решать поэтому никаких глубоких исследований в области статистических эффектов он естественно не проводил и второй большой выход у вас я пропустил опять просто извините я выбрал может проблем Продолжение следует... Григорьевич, к сожалению, я вас очень плохо слышал во время всех ваших выступлений. Можно мы сделаем так? После окончания сеанса я вам перезвоню, и вы мне повторите, чтобы я услышал. Прошу прощения, что-то со связью неприятное. Да, без связи. Хорошо, договорились. Еще есть вопросы? Нет? Спасибо. 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 Конечно, Михаил Дмитриевич, как всегда, прав. Лиань и Кастин Петрович тоже всегда прав, как всегда. Лиань слишком активный, и поэтому он меняет все, что сделано под тот вид, который представляется ему наиболее оптимальным. Конечно, мы презентацию переделаем, но тем более это большая презентация, как видите, на 3-4 слайда. На защиту, естественно, пойдет не более 15-17 слайдов. И мы сделаем, естественно, упор на моделируемую систему. И также я хотел сказать большое спасибо Ирре Григорьевичу и за то, что он согласился выступить в качестве официального оппонента. Ну, если ни у кого нет никаких замечаний и пожеланий, тогда я, наверное, предложу завершить семинар. Если можно, я скажу одно-полтора слова. Любые замечания и пожелания, которые могут возникнуть впоследствии, можно посылать либо в письменном виде, либо в частных беседах по телефону. Да, и если можно, тогда разослать всем слушателям саму презентацию. Презентация будет приложена к... Исправленная презентация. Да, да, ну, можно исправленную, можно не очень исправленную, но главное, чтобы она была и можно было посмотреть, и может быть что-то по тексту как-то подсказать. Текущая презентация будет приложена к записи на портале наших. Да, значит, видеозапись там же будет приложена, а исправленная презентация, соответственно, я думаю, будет где-то после 20-х чисел ноября. К сожалению, у меня раньше просто не будет времени этим интенсивно позаниматься, умеет все довести до конца. Тогда я еще пару слов скажу. Возможно, не все в курсе. Дмитрий Сергеевич проводит в ближайшее время три защиты диссертации. Сочувствую. Последнее, самое худшее. Ну, имеется в виду, самое сложное. Ну, да, понятно. Да. Большое спасибо. Я думаю, что все материалы будут увещены на сайте в течение, ну, часа где-то. И вы сможете их там получить. Спасибо. Хорошо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok